30 рублей за наличные расчёты, 28 за безнала. Такие цены на проезд предлагают установить в городе с 1 ноября. Ранее на Думском комитете звучали другие цифры. Стоимость проезда предлагали поднять до 33 и 31 рубля соответственно, причём с 1 октября. Напомним, сейчас проезд в Сарове стоит 22 рубля за наличные и 20 за безнал. За одну поездку по безналу 28 рублей, по наличке 30 рублей и по проездным это 25 и 26. Ну то есть 25 это 80 дней, 50 поездок это 26. Даже при этих цифрах, то есть у ГОР Автотранса будет наблюдаться небольшой минус в результатах деятельности. Повышение не коснётся проездных билетов для льготных категорий граждан. Компенсировать такое резкое повышение планируют проездными. Они станут выгоднее. Так те, кто регулярно пользуется общественным транспортом, смогут приобрести проездной, и одна поездка обойдётся ему в 25 или 26 рублей в зависимости от количества поездок. Мы сделаем чуть меньшее повышение в процентном отношении для проездных. То есть если человек работает, но и ездит на общественном транспорте ежедневно, для него повышение будет в абсолютных цифрах меньше, чем он будет пользоваться оплатой по факту. Предварительный годовой убыток ГОР Автотранса составит при этом около 3 миллионов рублей. Его планируют компенсировать за счёт оптимизации расходов перевозчика. О какой-то весомой прибыли говорить пока рано, считают представители МУП ГОР Автотранс. Сейчас важно выйти в ноль. На предприятии непростая ситуация. Существенно на неё повлияло то, что последнюю интексацию тарифов в Сарове проводили 4 года назад, в 2018 году. Рассчитывать на такую манну небесную, что сейчас ГОР Автотранс озолотится и у него появится такая прибыль, которую он не будет знать куда девать, давайте так. Ну плюс 4 года убытка. Мы их накопили. Мы их накопили. Это тоже висит домокловым мечом сегодня на ГОР Автотрансе. Они ведь никуда не делись. Предприятие продолжает работать. 4 года. Вот наш результат хозяйства. Проект решения депутаты вынесли на заседание Думы с рекомендацией принять. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.